Здравствуйте! Это Актуальное интервью. Я Татьяна Черемкина. В студии руководитель отдела организации ветеринарных мероприятий Департамента ветеринарии Республики Саха-Якутия Анастасия Афанасьевна Никитина. Здравствуйте, Анастасия Афанасьевна Никитина. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, действительно, тема содержания домашних животных, тема регулирования безнадзорных животных, она очень актуальна всегда. И вот сейчас с наступлением, особенно весеннего периода, весенне-летнего периода, еще более остро стоит. Скажите, пожалуйста, какая правовая база сложилась в Республике по вопросам содержания домашних животных, по вопросам регулирования безнадзорных животных? Так, ну, одним из первых в нашей республике, из субъектов Российской Федерации, был принят закон о порядке содержания собак, кошек и экзотических животных. Закон был принят в 2002 году. И в развитии данного закона было принято постановлением правительства правила содержания собак, кошек и экзотических животных в республике Саха-Якутия. Это было в 2004 году. И данные правила в новой редакции были приняты в 2014 году. По регулированию численности безнадзорных животных работа тоже была проведена одним из первых из субъектов Российской Федерации. Закон был принят в 2014 году о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в части регулирования численности безнадзорных животных. Было принято правило отлова содержания безнадзорных животных. Это было в апреле 2014 года. Были приняты тоже постановления правительства порядок о постановлении нормативов средней стоимости услуги по отлову, содержанию и транспортировке безнадзорных животных. Также начиная с 2014 года были построены пункты передержки безнадзорных животных, где отловленные животные содержатся в течение 10 дней. Анастасия Анастасовна, Вы сказали, что существуют правила содержания домашних животных. Какие основные положения этих правил? О чем должны знать все владельцы домашних животных? Во-первых, это большая ответственность взять на себе воспитание, как говорится, питомца. И поэтому в первую очередь необходимо пройти регистрацию. Регистрация животных должна проводиться в государственных ветеринарных учреждениях. Это обязательно, потому что обязательно должна проводиться вакцинация против особо опасных карантинных заболеваний нашего питомца. И поэтому необходимо провести регистрацию. Это правила регистрации прохождения лабораторного минимума, прохождения вакцинации. Это утверждено приказом Департамента ветеринарии. И есть такие правила. И на основании этого, начиная с двухмесячного возраста, должны все в обязательном порядке пройти данную регистрацию и вакцинацию. Также обязанности владельцев обязательно входят. И определены они законом о порядке содержания и правилами. И необходимо при вугле собак, при содержании тоже большая ответственность. При содержании необходимо проводить ряд мероприятий. Под ответственность они берут. Они обязаны обеспечить кормами, обеспечить условиями содержания данных животных. Если животное содержится в частном доме, если хозяева живут, то животных могут содержать в закрытой территории или в вольере. Или в обязательном порядке они тоже на поводке должны держать. При вугле собак тоже есть, они должны очень ответственно подходить. При вугле собак есть специальные площадки для вугла. У нас вот в Якутске есть две площадки. Это на 202 микрорайоне и в сторону аэропорта. Также могут вугуливать собак на пустырях или малолюдных местах. При этом обязательно собака должна быть в наморднике и в поводке. Также в примерных правилах благоустройства территорий муниципальных образований есть правила, где в правилах предусмотрено, чтобы они должны убирать за своими животными. Вот как раз, как только что хотела этот вопрос задать, потому что, как правило, этого никто не делает. Убираться за животными. Это тоже рекомендуется такое. И потом, если в квартирах содержатся животные, то они тоже не должны беспокойства своих соседей не вызывать. И выгуливать тоже определенные часы. Это 7 часов утра до 23 часов вечера. Ну вот насколько мне известно, сейчас, по-моему, идет как раз акция по вакцинации домашних животных. По кошек и собак. Ага, основная вакцинация, это начинается с марта-апреля месяца. Вакцинация проводится и в ветеринарных учреждениях, подведомственного департамента ветеринарии. В частных клиниках могут обратиться. В обязательном порядке с паспортом должны подойти животные. У животного при регистрации выдается паспорт. И при каждой обработке или вакцинации, или диагностическом исследовании должны подойти обязательно с паспортом. И соответствующая запись должна быть. Если это не частная ветеринарная клиника, то вакцинация бесплатно проводится, да? Так, вакцинации против бешенства, это входит в перечень особо опасных карантинных заболеваний. И поэтому вот в рамках госзадания это все производится бесплатно. А все другие вакцинации против иных инфекционных заболеваний, в том числе обработки, диагностические исследования, они на платной основе. Анастасия Афанасьевна, скажите, пожалуйста, а какие административные меры применяются к тем владельцам домашних животных, которые не выполняют эти правила? Ну, предположим, не регистрируют свою собаку, не вакцинируют ее, при выгуле не убирают за собой. Мы же все это соседи, в принципе, видим. Вот куда можно обратиться? Так, за нарушение ветеринарно-санитарных правил и уклонение от обязательных вакцинаций предусмотрено кодексом административных правонарушений, это статья 10.6, в которых предусмотрен тоже вот штраф от 500 до 1000 рублей на физических лиц. И здесь вот тоже вот, если у нас вот в республике, да, до 15-го года действовали вот кодексы административных правонарушений республики, действовали статьи 5.1, это за уклонение от регистрации, да, и 5.1, 5.3, но данные статьи в 15-м году по протесту прокурора и по решению Верховного суда были отменены. Поэтому вот именно если будет принят закон, нормативная база на уровне Российской Федерации, тогда вот при приведении в соответствие они будут действовать. Как раз об этом законе, вот насколько известно, с 2011 года никак не могут на федеральном уровне принять закон об ответственном обращении с животными. А как Вы думаете, почему вот уже 6 лет проходит с момента вот, когда инициировали этот закон, а принять до сих пор не могут? Ну вот, да, действительно. Что мешает? С 2011 года данный закон не был принят. Закон об ответственном обращении с животными. Ну, очень вопрос такой глобальный, как говорится, да, очень сложный, потому что здесь очень стыкается с многими нормативными документами. Например, с гражданским кодексом, это как бы домашнее животное рассматривается как имущество. Также вот с налоговым кодексом хотим же это тоже внести какие-то местные сборы или тоже с налоговым кодексом как бы стыкается, да. И потом тоже вот земельный кодекс тоже там рассматривается, это площадки для вукула, вот там необходимо тоже выделить семейный участок, пункты передержки, когда будут строиться, да, пункты приюта для содержания безнадзорных животных. Там тоже вот такие вот, с такими вот нормами. Ну и кроме того, конечно же, наверное, очень такое сильное лобби. Да, лоббирование со стороны общественных организаций, зооорганизаций. Поэтому из-за этого может при, все-таки, наверное, при разработке, все-таки на федеральном уровне, как и у нас, да, при разработке нормативных документов должны проводить все вот согласования, прийти к единому. Ну и вот и до сих пор такой открытый вопрос по вопросам регулирования численности безнадзорных животных. Тут действительно прямо разгораются целые баталии, да. Скажите, пожалуйста, вот на эти цели ежегодно какая сумма денег выделяется? Выделяется ли? Так, ну, как я говорила ранее, да, вот в 2014 году при передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий были выделены субвенции из республиканского бюджета. Это в 2014 году в размере 53 миллионов рублей. Там предусматривалось строительство пунктов передержки безнадзорных животных. Уточню, еще вот в 2014 году было выделено 57 миллионов рублей. И потом... Они освоены они эти деньги? Они освоены и построены всего вот в 2014 году 89 пунктов передержки животных. По республике? По республике. И было отловлено 13 тысяч безнадзорных животных. И начиная вот с 2014 года, и вот в 2015 году было выделено 43 миллиона, в 2016 году 33 миллиона. Ну, то есть это достаточно хорошие такие деньги? Да, для проведения данной работы именно выделяются вот субвенции из республиканского... А в Якутске вот сколько пунктов передержки на сегодняшний день? Так, ну, в городе Якутске здесь у нас пункт передержки, это Паочтенко 54, один пункт передержки. Сколько собак его там можно содержать? И какое время, вот какие там правила? Ну, правила содержания собак в пунктах передержки тоже регулируются вот правилами. Вот ранее говорила по основлениям правительства, да, правилами отлова содержания безнадзорных собак, безнадзорных животных по 79-е. Это правила, разработанные в 2014 году в апреле месяце. И на основании вот данных правил, они содержатся в течение 10 дней. В течение 10 дней. Были случаи, когда забирали из этих пунктов передержки к себе домой? Да, я про это хотела и сказать, да. Именно вот в пунктах передержки, если отлавливаются животные, хозяинные. Спасибо, извините, мы уже должны закончить. Спасибо, я благодарю вас за это интервью. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok